Ты чел современный и геймер реальный, виснишь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать книг в паблик и в личку. Не важно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в Ломбарде Титан. В Ломбарде Титан. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Первомайский районный суд вынес приговор водителю МАЗа Артему Дирину. 21 июня прошлого года он на улице Спаской насмерть сбил пешехода и врезался в жилой дом. ЧП произошло в 10 часов утра. Многотонная машина с бревнами ехала с горки. Водитель не справился с управлением и фура упала на бок. Также в ДТП пострадали еще три легковых автомобиля и баня. Все подробности в нашем следующем материале. Когда полицейские приехали на место аварии, они обнаружили грузовик, который лежал на боку и перевернутую иномарку. Предположительно до трагедии на повороте стояли две иномарки. Один водитель сидел в машине, другой стоял на обочине. Водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и совершил наезд в настоящий автомобиль Chevrolet Cross, а также пешехода, который находился рядом с автомобилем. В результате происшествия оба водителя транспортных средств получили травмы. Пешеход скончался на месте происшествия. Лесовоз врезался в иномарку, она перевернулась на крышу. Далее фура сбила пешехода, который стоял на обочине, он в итоге скончался под бензобаком грузовика. Далее многотонная машина сломала забор, въехала на участок и врезалась в дом. Лесовоз снес все на своем пути. Бревна высыпались, разрушилась в итоге рубленная баня, придавила автомобиль «Волга», который стоял во дворе. По словам хозяев, дома на Спасской 2А в момент ДТП в доме никого не было. Никто из жильцов не пострадал. Дом, он не застрахован, поэтому учерб, я так считаю, не знаю, миллиона три, наверное, может быть больше. Чего немножко, там на полметра стена ушла сюда в дом, поэтому можно сказать, что кабина в доме. По факту этой аварии было возбуждено уголовное дело. Эксперты установили, что у МАЗа во время движения с горки отказали тормоза. О неисправности тормозной системы водитель Артем Дирин знал и ничего не сделал, поехал в надежде, что все обойдется. Своё вино мужчина в итоге признал. Жена погибшего заявила моральный иск на 2 миллиона рублей, но суд признал только 400 тысяч. 28 марта этого года суд приговорил Дирина к одному году в колонии поселения и к одному году лишения водительских прав. Приговор не вступил в законную силу. Также жильцы разрушенного дома могут подать гражданский иск на водителя для возмещения ущерба. Михаил Вагин. Место происшествия.